Добрый день! Начинаем очередной вебинар из серии вебинаров «Моя профессия – трейдинг». В принципе, сезон вебинаров подходит к концу. Вебинары были построены по системе от простого к более сложному. И сейчас начинается цикл вебинаров, заключительный цикл. Окончание цикла в мае месяце. Это трейдер, реалист, который имеет торговую систему, анализирует рынок и совершает сделки. То есть все эти вебинары, оставшиеся, будут построены по принципу рассмотрения готовых торговых систем, рассмотрения правил торговли по этим системам, и в частности по моей торговой системе, которая называется «Золотой крест». Если меня слышно, прошу ответить в чат плюсиками. Итак, продолжим. Весь цикл вебинаров, начавшийся в сентябре, имел одной целью – это подготовить за зимний период трейдера к работе по торговой системе. Таким образом, заключительный цикл вебинаров направлен на то, чтобы вкратце подытожить предыдущие вебинары. Сегодняшний вебинар так и называется. Обзорная лекция. Система 4Т. Я буду поэтапно объяснять, что такое 4Т именно на этом вебинаре. В дальнейшем будем рассматривать составляющие части. 4Т – это совокупность торговой системы, психология трейдинга, технический анализ по фундаментальным данным, техника и тактика трейдинга. Каждое из этих положений очень важно для торговой системы. Почему? Потому что лучше иметь простую торговую систему с четко обозначенными правилами, которые соблюдает трейдер, нежели чем метаться по форумам и искать те или иные торговые системы, их отличия, заниматься сбором различных индикаторов, пытаться усовершенствовать собственную торговлю путем изменения индикаторов или написанием новых индикаторов. В принципе, в трейдинге ничего нового нет, и все торговые системы построены по одному принципу. Различить ценовой канал, определить размах цены или рейндж цены вокруг некоторой средней линии, и затем совершить сделку по правилам – стоп лосс, тейк профит. Сделки совершаются как прямыми ордерами по рынку, так и отложенными ордерами. То есть, чем проще подход к торговле, тем успешней торговля. Итак, этот цикл вебинаров называется «4Т». Обзорная лекция сегодня. В апреле-май начнем рассматривать конкретную торговую систему, по которой я торгую, которой занимаюсь уже около 10 лет. Торгую крест, то есть торгуем с прибылью вверх и вниз. И получаем прибыль. В принципе, общее направление понятно. Если есть вопросы по водной части, прошу задавать их. Итак, все торговые системы построены по очень простому принципу. Есть система «Трендследящая», построенная чисто на запаздывающих индикаторах. В этом случае трейдер, на статистике уже доказано, получает примерно всего лишь процентов 45-60 от прибыли. Или же его сделки очень часто заканчиваются по стоповым ордерам, стоп-лосс. В этом случае для трендследящих систем очень важны графические паттерны, которые трейдер различает на графиках. Это двойные вершины, двойные донья, тройные вершины, тройные донья, разворотные уровни, пиковые объемы, отчеты трейдеров американских. Это крупнейшая десятка. Также к трендовым системам относятся системы, построенные на индикаторах опережающих тренд. То есть они считают скорость отбора инструмента к тому или иному ценовому уровню на истории, который наблюдается ныне. Очень часто трендопережающие системы эффективны, особенно при выходе из флета и начале нового тренда. Но лучше всего сочетание трендследящих систем с трендопережающими, то есть само понятие золотого креста. Определяем тренд, определяем разворот рынка, определяем выход из флета и, соответственно, торговые уровни, которые могут быть достигнуты тем или иным инструментом. Таким образом, очень важно отметить, что большинство торговых систем, это системы, которые относятся, как общее правило, к интродэй-системам. То есть трейдер торгует только внутри торгового дня или внутри торговой сессии. Среднесрочные торговые системы и долгосрочные торговые системы. В этом случае для трейдера очень важным является подбор правильного таймфрейма, правильное чтение поступающих сигналов и правильный подбор индикаторов. В свое время я поступил очень просто, читал отчеты аналитиков крупных брокерских компаний или банков, выяснил наиболее часто применяемые индикаторы для определения тренда. Это запаздывающие мувинги, стахастики, РСИ, полосы Боллинджера, которые, кстати, могут показывать и стоповые позиции, так называемый пузырь. Это все было в предыдущих вебинарах. И благодаря, так сказать, рассмотрению аналитических обзоров, построил торговую систему, которая сочетает тренд-следящие индикаторы и тренд-опережающие индикаторы. После этого осталось написать правила, испытать систему и начать по ней работать. Очень большое значение для торговой системы имеют ценовые уровни, то есть историзм явления. В частности, если на истории какой-то ценовой уровень повторяется многократно, то этот ценовой уровень всегда является или сопротивлением, или поддержкой. Помочь в определении дальнейшего движения рынка трейдеру всегда помогают так называемые пиковые объемы, отчеты, commitment of traders, которые публикуются по окончании прошедшей торговой недели. То есть пиковые объемы – это максимальное количество совершенных сделок, которые можно посмотреть на сайте СМЕ. Если большинство трейдеров, в частности по евро, занимают позицию на продажу, то против тренда, конечно, стоять смысла никакого нет. Отсюда одной из составляющих этих торговых систем являются системы трендовые и контртрендовые. То есть трендовые системы – это системы, которые определяют тренд, флетовый уровень или уровень разворота, в этом случае большое значение имеют пиковые объемы и отчеты трейдеров по совершенным сделкам, а также контртрендовые системы, когда на основе фундаментальных данных трейдер начинает занимать заблаговременно позицию на продажу, в то время как рынок продолжает рост. То есть в этом случае трейдер может выстраивать пирамиду ордеров, можно удвоением позиции, это типа как в казино играют игроки, на черное подряд ставят, или на красное, то есть постепенно увеличивают позицию против тренда. Но если тренд долгосрочный и неправильно выбран таймфрейм, я не говорю о минутках, пятерках и пятнашках, то есть я начинаю рассматривать ситуацию, минимальная временная зона – это 4 часа. Поэтому если интродэйчик работает на минутах и пятиминутках, то это очень высокая психологическая нагрузка, трейдер очень быстро устает от рынка, начинает невнимательно исполнять собственные правила, и в таком случае трейдеру лучше передохнуть. Если вопросы есть по вступлению, то есть по каждому пункту на вебинаре, я прошу задавать в чат. Таким образом, торговля достаточно проста при наличии торговой системы. Главное – это тщательно разработанные правила и следование правилам вне зависимости от того, что хочет трейдер. То есть в этом случае необходимо, так сказать, научиться следовать собственным правилам. Это всегда более успешно, чем спонтанная торговля, и чаще приводит к успеху. Итак, основные трендовые системы я рассмотрел, которые встречаются для продуктивной работы на рынке. Перейдем к более подробным. В теме вебинара. Одно из характеристик успешности торговой системы, можно сравнивать их по многим показаниям, ту или иную торговую систему, но очень часто профессиональные трейдеры руководствуются очень простыми принципами. Насколько его торговая система успешна против динамики индекса. То есть индекс выбирается обычно по ММВ это десятка голубые фишки, по американскому рынку это индекс S&P. Если трейдер имеет убыток меньше, чем снижение индекса, если есть небольшая прибыль или же убыток больше, чем индекс, то такая торговая система нуждается в доработке. Если убытки и прибыль находятся примерно равновесно, то есть ни прибыли, ни убытка, то необходимо более тщательно подходить к выбору временного периода, на котором трейдер анализирует рынок, более эффективно анализировать фундаментальные данные, или же менять подход к торговле, в частности рассмотреть более тщательно торговую систему в оффлайн режиме на тестере, прогнать ее и потренироваться на совершение сделок именно на тестере. Это позволит трейдеру психологически настроиться к возможным убыткам или прибылям, доработать правила торговой системы и в дальнейшем более успешно торговать. То есть в этой табличке переведены примерно корректирующие позиции для торговой системы, по которой тот или иной трейдер совершает сделки на рынке. Если динамика индекса, в том числе и в процентном отношении, а трейдер работает по финансовым инструментам, отличным от индекса, по валютным парам, и его торговля не показывает сигналы, контрсигналы, то есть пора разворачивать позицию или открываться в другом направлении, то необходимо трейдеру тщательно заняться изучением как индикаторов, так и правил чтения сигналов торговой системы. То есть в этом случае, в большинстве случаев, трейдеру мешает его собственная неграмотность. В частности, один из вопросов, ну, можно сказать, практически основной вопрос о дивергенциях и конвергенциях, которые трейдер встречает на рынке. То есть трейдер, имеющий набор индикаторов, торговые правила и торгующий по своей торговой системе, соотносит результаты торговли с динамикой индекса. Если трейдер не получает прибыль, полученную по динамике индекса, то ему просто необходимо пересматривать правила торговой системы, совершенствовать и правила чтения, менять таймфрейм и более внимательно относиться к фундаментальным данным. Если убыток больше, чем снижение индекса, то трейдер работает с неправильной позицией, то есть лот или количество сделок по тому или иному финансовому инструменту больше, чем может выдержать депозит трейдера. То есть эта таблица позволяет проанализировать в сравнительном аспекте эффективность торговой системы. Если убыток меньше, чем снижение индекса, торговая система эффективна, однако необходимо доработать правила торговой системы. Если есть небольшая прибыль, то торговая система эффективна. В этом случае необходимо считать уже количество сделок, четко изучить отчет по счету, то есть account statement, просчитать количество убыточных сделок, количество прибыльных сделок, прибыль в пунктах, убытки в пунктах, частоту совершения сделок и время, в которое трейдер совершал сделки. То есть какая из сессий, в течение какой сессии трейдер совершает сделки. Большинство движений на рынке начинаются на американской сессии, и очень много торговых систем строятся именно на данных по американской сессии, и условия отчета индикаторами ценового движения начинаются именно на американской сессии. Вопросы есть у слушателей? То есть эта простенькая табличка позволяет трейдеру анализировать собственные сделки, соотносить с некоторым абсолютным показателем, совершенствовать правила торговой системы, правильно подбирать таймфрейм, это основное из положений, в частности положение укратности таймфрейма, на котором производится анализ рынка, и отношение таймфрейма, на котором совершаются сделки. наилучшим соотношением таймфреймов является в частности сутки 4 часа, то есть трейдер анализирует рынок на суточном графике, сделки совершает на 4-часовом графике, или трейдер анализирует фундаментальные данные состояния рынка на 4-часовом графике, а сделки совершает на 30-ках, ну в крайнем случае на 15-минутном графике. То есть это наиболее удобное сочетание сутки 4 часа, 4 часа 30 минут. Если трейдер анализирует на неделях рынок и фундаментальные данные, определяет основные линии сопротивления поддержки, то эти линии сопротивления поддержки должны быть отображены на более меньших таймфреймах. В этом случае очень хорошо помогают так называемые multi-time frame indicators, то есть много таймфреймовые индикаторы, это в частности отображение сессий, диапазон торговой сессии, пробоины, отбойные уровни и работа внутри канала на флетовой ситуации, флетовая зона, то есть зона коррекции рынка. То есть таким образом профессия трейдера это мастерство, которое приобретается с течением времени и одним из способов опоследования на рынке это уже психология трейдинга, предыдущие вебинары частично повторюсь, необходимо трейдеру вне зависимости от простоя, то есть времени, в течение которого он не торговал или цикла убыточных или прибыльных сделок просто проводить так называемые патагонные тренировки. Они заключаются в следующем. Трейдер на текущую сессию, в течение которой он решил работать или в течение рабочего дня ставить задачу 20 пунктов плюс 30, 40, 50, 100. Достиг этого значения уровня и умения на различных инструментах, после этого он переходит к количеству совершения сделок, то есть так называемая расторговка, один из психологических способов формирования устойчивости трейдера к движению рынка, к ситуациям, которые возникают на новостном режиме, в частности по новостному режиму в эту пятницу нонфармов не будет, данные по нонфармам по американской экономике перенесены на следующую неделю, предупреждающим индикатором являются данные по АДП, то есть прошедшие оплаты труда за какой-то временной период. Поэтому я каждый раз после части вебинара буду задавать вам вопросы о вопросах, то есть все ли понятно то, о чем я говорю. Если что-то непонятно, я буду возвращаться к предыдущим позициям и стараться их объяснять. Поэтому продолжим. переходим ко второму пункту 4Т. Это обзорная лекция, еще раз предупреждаю, обзорная лекция, которая результирует в то, что на протяжении апреля-мая я буду рассматривать конкретные торговые системы, аналитику по этим торговым системам, в частности по своей торговой системе, которая называется Золотой Крест торгуем в любую сторону с прибылью. То есть трейдера не интересует движение рынка, его интересует только его личная прибыль. Так вот, одним из 4Т является так называемая ТП, психология трейдинга. То есть выбор таймфрейма, на котором работает трейдер для анализа рынка и совершения сделок. Я уже упоминал о необходимости кратности таймфреймов, то есть сутки анализ, 4 часа открытия закрытия позиций. Если трендовые линии сопротивления поддержки или цена находится очень близко к этим линиям сопротивления поддержки на недельных графиках, то необходимо обращать особое внимание, поскольку как можно прочитать в новостях, существуют и опционные уровни, опционные барьеры, существуют стоповые позиции крупных трейдеров, когда рынок после прохождения стоповых позиций может резко провалиться или вниз, или подняться вверх, пунктов на 80, на 120. Это все означает то, что стоповые позиции закончились, то есть большинство трейдеров зафиксировали убытки, рынок спокойно развернулся к следующей ценовой зоне. Это все относится к психологии работы по таймфреймам, то есть по множественным таймфреймам. Следующая позиция психологии трейдинга риск менеджмент. Если трейдер терпит убытки или работает немного лучше или наравне с движением индекса на МВБ это очень хорошо видно. если брать индекс ММВБ и одну из голубых фишек, если трейдер немного опережает индекс, это говорит о том, что у него система торговли эффективна, но нужно совершенствовать правила и чтение сигналов торговой системы. Если его результаты хуже, чем движение индекса, что вверх, что вниз, то трейдеру необходимо или уменьшить количество сделок, или уменьшить объем позиции. То есть трейдер просто должен научиться более грамотно управлять собственным депозитом, именно риск менеджмент, выделить в депозите сумму для риска, ну в частности я предпочитаю рисковать не более чем 20% депозита, при достижении 20% просадки я делаю перерыв, после этого допускаю еще 5%, затем отдыхаю и совершенствую правила торговой системы, или чтение правил торговой системы, чтение торговых сигналов, которые поступают от торговой системы, анализирую фундаментальные данные и после этого стараюсь с большей вероятностью определить флетовую зону или зону начала тренда, в частности сейчас начинается так называемый сезонный тренд по многим инструментам, это продуктовая группа, группа по индексам, в чем это проявляется, сейчас я продемонстрирую в браузере данные по американской аналитике, по аналитике движения рынка, и мы спокойно разберем что такое сезонные или долгосрочные тренды и это будет видно хорошо на том как американские крупные трейдеры относятся к тому или иному явлению на рынке то есть считаем внимательно о привычках американских трейдеров если фондовый индекс S&P 500 приносил инвесторам в среднем 24% годовых закрывал ростом и январь и февраль вот вам сезонная торговля обусловленная привычкой трейдера брокеров и рынка к тому или иному движению то это говорит о том что в течение следующего календарного года то есть январь февраль закрыли в плюс индекс S&P то в течение последующего года прибыль трейдера который зашел в долгосрочную позицию в покупку по этому индексу может достигать 24% однажды в 54 году 52% то есть вот вам долгосрочный тренд и привычка американского рынка трейдера брокера и так далее хеджирующих фондов к историческим данным то есть небольшое показание январь февраль в плюс значит год будет успешен эти данные я встречал в самом начале года отчет одного из брокеров который закрыл собственное управление и подвел итоговый баланс годовой получил хорошую прибыль брокер совершенно откровенно сказал что заботиться ему больше нечем в течение года он будет работать по индексу и поскольку начало года было в плюс дважды январь февраль то и в дальнейшем он работает с индексом и так называемое портфельное управление пересматривать не будет то есть сочетание бумаг в портфеле сочетание финансовых инструментов сочетание валют сочетание индексов то есть если январь февраль по S&P закрывается в плюс два месяца подряд то в течение года они рассчитывают на прибыль 24 и примерно процентов то есть 16 2 и 1 то есть они рассчитывают на по итогам года на какую-то прибыль это понятно да то есть вот историзм явления о котором я упоминал в самом начале вебинара таким образом сейчас мы рассмотрели психологию работы по таймфреймам риск менеджмент и портфельное управление значит это те трейдеры которые работают именно по индексам могут совершенно спокойно не напрягаясь искать ценовые зоны в которых индекс по S&P по NASDAQ оказывается оказывается на пиковых объемах то есть очень сильные уровни сопротивления поддержки пиковые объемы отчет трейдеров по совершенным сделкам если по индексу S&P начинается нарастание объема покупок по отчетам за прошедшую неделю за прошедший цикл то скорее всего рынок развернется в рост то есть именно индекс S&P конечно рынки взаимосвязаны многих стран это имеет отражение на индексе российском ММВБ и в частности большинство опытных российских трейдеров работают по индексам российским с учетом движения индексов американских то есть это самый большой рынок на котором производятся максимальные объемы то есть считать таймфрейм начинаем от американской сессии или от индекса S&P в дальнейшем одно из положений 4Т технический анализ по фундаментальным данным что мы в этом случае исследуем экономику по регионам если американский индекс и данные по экономике лучше чем данные по еврозоне или странам которые входят в еврозону в системы образующие стран Германия Франция Великобритания страны производителей сырья и страны производителей высокотехнологических продуктов в том числе и технологий смотрим данные по тому чем заканчивается так называемое смягчение политики монетарной началась третья волна по Америке квантитетив то есть вливание в американскую экономику очень велико вливание в европейскую экономику гораздо ниже примерно в 10 раз непокрытые долги банков это примерно 550 миллиардов евро то есть банки находятся в долговой яме по еврозоне долговые расписки долгосрочные переводятся в краткосрочные обязательства и выплачивается процент то есть одно одна из особенностей вливания средств в рынок это не только оживление экономики но и возможность предоставить банкам рассчитаться по долгосрочным краткосрочным обязательствам накопленным долгом может быть продажа банками тех или иных активов или же заключение некоторых межгосударственных соглашений это на уровне семерки восьмерки двадцатки встречи в ДАВОСе это понятно да прошу задавать вопросы итак продолжим в частности давайте рассмотрим позицию по влиянию так называемого валютного вливания в рынки переход рынков в долгосрочные обязательства затем из долгосрочных в краткосрочные и влияние всех квантитэтифизинг то есть смягчение монетарное политика монетарного смягчения на влияние на индекс ММВБ то есть на этом графике очень четко видно что после вливания свободных средств или средств обечатанных центробанками происходит снижение индекса ММВБ на несколько процентов а затем продолжается рост то есть это так сказать политика когда реальное производство не растет а избыток денежных средств поглощается рынком это нужно учитывать что в конце концов рынок это не бездонная бочка или яма в которую сколько ни лезет средств он все поглощает то есть реального роста уровня производства снижения безработицы или потребительского спроса мы не наблюдаем то есть все вливания денежные в рынок заканчиваются тем что формируется очередной экономический кризис и этот кризис обычно решается за счет простых трудящихся об этом предупреждаю данные по увеличению или снижению обустройство новых рабочих мест спрос на товары длительного пользования спрос на продуктовую группу в том числе по продуктовым контрактам пшеница кукуруза соя и сахар и розничные цены с которыми обыденный потребитель покупатель сталкивается в магазине этот график достоверно показывает что в основном рынки сейчас растут за счет того что появились свободные денежные средства то есть таким образом на терминале трейдер может видеть позицию когда по индексу в частности S&P наблюдаются резкие колебания то есть большие красные свечи то есть это закрытие позиций и перезаход по рынку то есть рынок при наличии избыточного количества предложения свободных денежных средств совершает те или иные движения то есть на S&P видно что рынок после начала третьей волны монетарного смягчения прежних высот не достиг об этом было объявлено в конце февраля то есть примерно в июне июле возможно май может наблюдаться рост рынка и индексов S&P и NASDAQ все эти большие свечи которые видите красные на рынке и потом медленное возвращение к предыдущим уровням это так сказать реакция рынка на тот или новостной фон и в частности да и в основном на вливание новых средств в рынок переход в долгосрочные обязательства затем из долгосрочных переход в краткосрочные обязательства то есть рынок каждый раз на подобные действия со стороны центробанков реагирует как ценовым уровнем прежний уровень не достигнут так и большими ценовыми движениями то есть в этом случае риск менеджмент для трейдера заключается в том что он четко на больших таймфреймах анализирует состояние рынка текущее индикаторы показывают флетовую зону то есть рынок вошел в некоторый торговый канал или ценовой канал и пока предпочитает оставаться в нем текущий месяц после роста январь февраль март начинается примерно на уровне коррекции 50% простым действием без анализа по индикаторам можно совершенно спокойно занимать позиции на покупку от низших ценовых значений и на продажу от высших ценовых значений со стопами за пределами этого канала то есть простейшая торговая система на этой торговой системе представлены Билл Вильямс аллигатор и дополнительные индикаторы которые позволяют более быстро реагировать на рынок то есть это система которая построена на тренд запаздывающих индикаторах то есть простым управлением капитала в этом случае является продажа от предыдущих хай месяца и покупка от лоу месяца это простейшая торговая система с применением запаздывающих индикаторов ниже находится сочетание опережающих индикаторов с запаздывающими индикаторами если все индикаторы показывают начало разворота рынка из флетовой зоны в данном случае из зоны перистопроцентной коррекции реперная линия около нуля небольшой шум рынка то нужно ожидать что рынок развернется от значений ценового канала или вверх или вниз то есть сейчас та ситуация когда рынок ищет новые ценовые уровни и как вы читали в новостях если два первых месяца года по индексу S&P закрыты в плюс то трейдеры ожидают прибыль именно вот по этому инструменту в течение всего следующего торгового года то есть календарный год конечно этот торговый цикл будет иметь и снижение и подъемы но в большинстве случаев американские трейдеры и брокеры действуют очень просто это я показал именно по новостному режиму по тренду который определился в первые два месяца этого года это понятно да то есть вышла новость третья волна монетарного влияния вливания в рынок позиции отношения трейдеров и брокеров к этому явлению резистентность рынка то есть задержка по времени и общий тренд рынка при наличии вливания свободных денежных средств или дополнительных денежных средств таким образом для тех кто работает именно по индексам американским эти данные так сказать значимы и нужно искать точки для входа в рынок на покупку именно по индексам по индексам ведущих предприятий если вопросы не появились переходим к заключительной части вебинара вебинар обзорный еще раз упоминаю или скорее всего подготовительный вебинар для заключительной серии вебинаров моя профессия трейдер после этого будет длительный перерыв до сентября месяца и в сентябре возможно повстречаемся вновь то есть это итоговый вебинар после которого мы переходим к конкретному рассмотрению всех позиций озвученных на предыдущих вебинарах и к целостному восприятию рынка самые простые техники торговли 4Т ТТ техника и тактика трейдинга так называемые канальные торговые системы торговые системы которые построены на графической разметке рынка графическая разметка рынка позволяет определять ценовые уровни пробой уровней отбой от ценовых уровней так называемые линии сопротивления поддержки ретест работа в канале в ценовом канале данные которые позволяют заранее определить значимые ценовые уровни то есть есть уровни цены на которых тот или иной инструмент останавливается или легко проходит то есть есть так называемые пустые объемы и значимые ценовые уровни данные по этим уровням можно легко найти в интернете это отчеты еженедельные 10 ведущих трейдеров США то есть какую позицию занимают те или иные трейдеры брокеры из десятки по отношению в частности к индексу S&P также к технике и тактике трейдинга относятся трендовые торговые системы и контртрендовые торговые системы то есть трендовые системы построены на опережающих запаздывающих или сочетание опережающих запаздывающими индикаторами в этом случае фундаментальные данные имеют важное значение индикаторы позволяют при приближении к тому или иному ценовому уровню заранее рассчитать возможные прибыли или убытки так называемый риск менеджмент которому относится и рисковой капитал выделяемый трейдером для совершения как одной сделки или же рисковой капитал как часть средств на которые трейдер производит торговлю трендовые торговые системы построены в основном по тренду контртрендовые это при приближении к важным ценовым уровням то есть возникновение большего числа коррекционных движений рынка это было видно на индексе S&P большие красные свечи или подряд несколько торговых дней в течение которых индекс при прочих благоприятных показаниях корректировался то есть при приближении к важным ценовым уровням трейдер занимает контртрендовую позицию то есть или путем наращивания сделок против тренда то есть на росте рынка при приближении к ценовому уровню он начинает выставлять ордера на продажу как просто определенным объемом так и с увеличением объема строит пирамиду применяет контртрендовую торговлю когда накопленная совокупная позиция позволяет трейдеру покрыть все убытки это так называемая контртрендовая торговля при этом нужно учитывать что рынок как например было при движении евро и USD от уровня 1.28 до 1.50 при ухудшающихся экономических показаниях еврозоны начала кризиса рынок совершенно спокойно отработал новый хайп евро то есть в этом случае контртрендовая торговля наверняка бы трейдера разорила то есть нужно везде соблюдать меру выделять рисковой капитал для совершения сделок и четко следить за управлением собственным счетом это понятно таким образом если вопросы у вас есть я делаю перерыв на 5 минут и жду от вас вопросов таким образом вебинар подходит к концу я ожидал от вас вопросов переходим к заключительной части цикла вебинаров моя профессия трейдер то есть на следующих вебинарах частично будут повторены некоторые пункты предыдущих вебинаров и будем рассматривать конкретный трейдинг аналитику открытие закрытие позиций по нескольким торговым системам в том числе и по торговой системе золотой крест системе которая позволяет трейдеру успешно торговать как на растущем рынке так и на падающем рынке если у вас возникли какие-либо вопросы прошу задавать в чат если вопросов нет по сегодняшнему вебинару благодарю за внимание удачи в торговле удачи 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 Продолжение следует...